У меня вообще никакой, практически. Сейчас нашла гриб. Решила заснять. Он был, значит, весь жёлтый такой. Только я срезала, там у него всё посинило. Я как-то опасаюсь его брать. Установилась специально. Но он не похож на подосиновик. Совершенно. Может, какой-то ядовитый. Я тут ножичком аккуратно всё срезаю. Вот он сверху такой был. Но мне издалека показалось, что он немножко другого цвета. Потом увидела у него уже жёлтую ножку, когда стал срезать. Причём я как бы планировала тут проехаться. Посмотреть грибы. Но я планировала их в других местах посмотреть. И по большей части ехать. А в итоге получается, каждые два метра останавливаюсь. Большой гриб. И вот я несколько таких похожих собрала. Не знаю, что за грибы. Сегодня хочу спросить у соседки. Потому что она... Вообще грибница очень такая конкретная. Грибница в том плане, что за грибами ходит. А не в том плане, что грибница. Именно вот как тут вон грибница. Как показала практика, тк-э-э-не-низм, можно сказать, заразен. И может встречаться в разных местах у совершенно разных людей. Вот в 12 лет с человеком общаетесь. Как бы дружите. Думаете, что у вас дружба. Всё такое. И вдруг внезапно, буквально за полтора часа себе столько всего узнаёте. Вообще. И только потому, что вот, ну, может с чем-то в каком-то месте у вас мнение с человеком расходится. Раньше, в принципе, оно тоже расходилось. Я планировала по-быстрому съездить человеку. Ну, как бы у человека жаловался, что нет овсянки. У меня немножко, не то чтобы множко, но часть овсянки есть. И так как уже половина лета прошло, и даже если я в сентябре тут буду жить, потому что если вдруг будет хорошая погода, одной овсянкой... Вот тут ещё... А, это тот же гриб. Думал, ещё один такой. Одной овсянкой как бы я всё равно питаться не буду. Но я решила, что если что, я себе-то куплю овсянки. А у человека, когда ещё приедут... Вот это озеро, которое мы как-то спускались из телефона, снимала в прошлом году. Ещё с Майкромакса, кажется. Ну, и я решила привезти человеку овсянки. Там, грубо говоря, пачка овсянок. Просто я её всё время пересыпала пакет, чтобы мне удобнее было везти. Ну, и вроде как пообедала. Думаю, сейчас приеду, привезу овсянку там. Перекинусь парой слов, поеду обратно. И здесь соберу грибы. Откажусь от обеда, потому что я как бы обедала. Ну, так и сделала. Но вот это вылилось в итоге в полуторачасовой. Потому что человек очень любит говорить. Говорят, что я много говорю. Вот вы этого человека просто не видели вообще. И знаете, чем бережнее, я заметила, относишься к людям, к некоторым, тем больше внезапных откровений от них узнаёшь о себе. Что они вот годами так о тебе думали. Вот в 2007 году где-то вот в это время я с ней познакомилась. Вживую. Можно сказать, 12 лет общения. Коту в одно место. Наша семья и бабушка моя уже покойная. Ну, помогали довольно много. В общем, допустим, у человека не было возможности сидеть за хлебом, ещё что-то, ещё что-то. К ней ездили там в начале лета и в конце августа или сентября, её уже забирали. Соответственно, никаких продуктов практически не было. Я вот не считаю это там, что напоминать или ещё как-то. Я просто знаю, что мы это делали. И в какой-то момент у человека, у детей семейное положение улучшилось, появилась машина, возможность чаще приезжать. Соответственно, как бы последние года 4 вот так продукты появились. И нужда вроде как в нас отпала. И у меня тогда была некоторая мысль, я думала, паранойная такая, что человек общается, потому что вот, ну, мёда привезли, ну, ещё что-то там. Ну, видимо, не зря, не все мои мысли внезапно паранойные на самом деле. Не паранойные, а таковыми, как бы, правильные мысли. Ну и, в общем, человек, как бы, думается, будем там обедать с ней, за час сидишь дома, потом час на улице, ещё час на улице. И, как бы, у меня опять день уйдёт в никуда, я ничего своих дел не поделаю, потому что устану от говорения, очень устаёшь, голова начинает болеть. И вот однажды у меня даже как-то при первых днях цикла была дикая мигрень, человек очень много говорила, человека сложно заткнуть вообще. Даже если вы будете кричать. Я сегодня попробовала повысить голос, это бесполезно. Ну, много кто пытался из таких людей, которых не заткнёшь. Поток сознания там вообще пятьсот раз одну и ту же может повторяться. И у меня тогда, в общем, у меня закружилась голова, просто у меня очень болела голова сильно. Еще эти второй, что ли, или первый день цикла. Дикие боли такие, девушки, у кого такое бывает, меня поймут. Мальчики, ну, я не знаю. Представьте, включите воображение, подумайте, что вы девушка. Или не представляете. И мне стало просто плохо, и я у нее полежала буквально. Ну, таблетку с собой была одна, льгин съела. Буквально, может, полчаса полежала. Она это запомнила. Да, эта женщина. И сегодня мне припомнила. Оказывается, девушки, если у человека просто от шума вдруг начинает болеть голова, если вдруг от головной боли начинается полуобношное состояние, то это вообще какое-то запредельное. В общем, очень много о себе узнала. Из того, что насики про меня пишут, практически вот у этой мадамы, с ними сложилось мнение. И то, что я сегодня минут 45 выслушала, у меня раз пять было желание просто вот за полчаса первое сесть на велик молча и уехать. Думаю, ну как же, мы же столько лет общаемся. Ну, может, человек сейчас выговорится, поймет, что был мне прав, извиниться или еще что-то. Ничего. В общем, у меня ощущение было, будто я с Ленкой Снегиревой снова общаюсь. Она выносит мне мозг на тему, какая я сволочь, плохая и т.д. и т.п. И в итоге, когда человек выдал одну фразу, просто, ну, бывает такой предел, мне не обидно, мне ничего, ну, как бы я спокойный мамонт такой. Я просто понимаю, что я уже хочу есть. Как бы... Еды у меня с собой нету, только вода минеральная, ну и пара листиков мятки, пожую мятку, да. И надо бы как-то двигать домой, потому что я еще хотела по круговой проехаться. И я жду, ну, когда же уже закончится это все. Человек вдруг выдал такую фразу, что я понимаю еще с таким видом, что еще нам с тобой больше не о чем говорить. И вот эти фразы, которые Ленка говорила, что, типа, да я больше ничего не буду у тебя спрашивать, да у нас некоторых нет тем для разговора и т.д. и т.п. И пошло, полилось. Я тупо стою, молчу, думаю, ну, когда что же, ну, замолчишь. И вот у меня был такой знакомый поэт. Я помню, мы стебались, у меня еще подружка Машка говорила, начни какую-нибудь тему, может быть, он ее не знает, и он заглохнет. Нифига, вот любую тему. Он все вводил в одно русло, и вот фиг заткнешь, вот ты с того же теста человек, в общем, фиг заткнешь. И она вроде как замолкает, начинает заново замолкает. Я минутку ухватила, что-то и пыталась объяснить, поняла уже, что это вообще бесполезняк. И она типа что-то такое говорит, я говорю, ну хотите, я говорю, больше не буду к вам приезжать, если у вас такие негативные эмоции, оказывается, от меня. Все 12 лет были. Особенно, когда мед там привозили, кабачки, еду и прочую вот это. Вообще все. Будут думать насики, выцепятся за эти кабачки. Особенно, когда мед привозили. Вообще вот это, мед с сонами. Вот, ну, прям раздражаю, раздражаю человека. Ну, я обычно стараюсь не общаться с людьми, которых я раздражаю или которые мне негативные эмоции какие-то заставляют. Тут я человека, оказывается, раздражаю. Без оплепихи я, наверное, в этом году останусь. Ну, или в наглую приеду и соберу. Как бы, в том месте это не ее территория, а общая. Ну, и посмотрю в других местах эту оплепиху. Не сталкиваться, чтоб с человеком. Раз наша семейка и я, в том числе, столько дерьма, негативного их эмоций человеку заставляли. И я вроде как говорю, ну что, могу не приезжать. И что-то мне такое, типа, да. А потом, вплоть до того, что вали отсюда. Ну и, конечно, компьютер из дома, телефон из дома. Я помню, когда я приехала, зазвонила СМС-ка, что скупеда, начальник, что-то там вот этот, ну, сайта директора, кто он, Александр Крисленко, что-то прислал там, что он какие-то звезды раздает. Ну, у меня только начало сообщение загрузило. Зажужжало. Может быть, сеть поймалась. Может, кто-то звонил, может, еще что-то. Может, мегафон сказал, что я вне зоны доступа, хотя тут тупая Ярославская область. Он мне стабильно вот так говорит, что давно хотела записать, еще когда-то попросила, с первого, что ли, июля. Ну, короче, с какого-то июня этого года отменилась по России вот этот роуминг межсетевой, как он там. На Билане отменился, на МТС, видимо, отменился. Везде отменился, на мегафоне нет. Я в нем периодически присылаю, что я там в зоне роуминга, находясь в Ярославской области. Особенно в тех местах, где ближе вообще к Уличу. Совсем такая зона роуминга. Ну и я как бы человеку говорю, что, ну, хотите, я не буду приезжать. Человек мне типа валяет сюда. Ну что, я села и поехала. И мне там в догонку какая плохая, та-та-та-та, ля-ля-ля. Я немножко, конечно, расстраиваюсь, что облепихи, видимо, все-таки придется в другом месте искать места облепихи, потому что я не знаю вообще, где здесь еще облепиха растет. С другой стороны, такое разочарование, потому что очень бережно к человеку относилось. Некоторые ролики, которые я деревня снимала, я вырезала силуэт вот человека, чтобы, ну, как бы, когда вот мой рассказ без моего ведома на конкурс послали, там, третье, что ли, место или второе заняла, точно не помню, какое-то место заняла на Серебряной Далии, напечатали этот рассказ. Потом в Углической я просила, чтобы как, ну, была, во-первых, очень против, что-то без моего ведома сделали, там уж просто записывала, дала человеку почитать, не с расчетом на что-то. И стиль для меня был иной совершенно, просто пробовалась. Когда фотку там печатали, я попросила, чтобы не человека, а фотку дома. Тоже показывала, с кем вот общалась. Скажем, Аня, не буду фамилию говорить. В общем, с этой Аней общалась я и показывала. И Ане вот, ну, Аня своеобразная тоже. Мне много Ань попадалось в таких своеобразных. Я думаю, что есть и нормальные Ани. Надеюсь, стопудово есть. Ну и, короче, как-то вот даже где-то вот записывала видео, если там голос был, я убирала эту дорожку звуковую. Так что вот, ну, не все любят, что, допустим, им обсуждать будут. Вот как-то бережно к человеку относишься, как-то вот вообще вот защищаешь его там, где нужно, еще что-то. Стараешься что-то лучшее сделать. И тут внезапно, первый раз когда я была, во-первых, человек вдруг узнал, сколько стоит пуэр, который у меня стабильно получал в подарок. Человек привел меня с какой-то выставки пуэр, который, видимо, она увидела цену этого пуэра. Вряд ли она покупала, потому что она никогда ничего такое не покупает. Обычно там старается как-то на халяву это все где-то приобрести, взять. И видела цену этой пуэрки. И, значит, я говорю, пуэр, кто-то старый, она типа, он говорит, крутой, хороший пуэр. Как бы со знанием дела говорю, потому что я такое ей дарила. Когда я занималась чаем, когда я как бы просто покупала этот чай, и я знала, что ей нравится, я этот чай привозила, специально покупала для нее, или она просила, я ей привозила этот чай. И тут человек узнает, что это дорого. Это очень дорого вообще-то на самом деле в сравнении с обычным черным или зеленым каким-то чаем. И она мне, ты знаешь, сколько он стоит? Мне вот уже такие нотки пошли. Я думаю, блин, вообще-то я-то знаю, сколько он стоит. Вот теперь вы узнали цену подарков за просто так вот, чисто вот от доброти душевной. И какие-то моменты такие. В прошлом году был момент такой. Позапрошлым первый раз был. Но человек любит додумывать что-то. Ладно бы он додумывал, это для себя делал. Но человек любит додумывать и рассказывать небылицы. Я подозреваю, что про меня теперь еще один будут небылицы, говорится, теперь уже с этой территории. Не то чтобы это печально. Видимо, настолько в жизни много такого дерьма было от людей, которых не ожидаешь, что вот, честно, пофиг. И больше меня волновало, что очень хотелось есть. На самом деле, до сих пор очень хочется есть. У меня руки трясут, что эффект того, что я хочу есть. Но я накажусь тут напротив прудика, где дедушка ловил рыбку. И это вообще прудик Примякова, где у Женькиной мамы были какие-то родственники. Ну, Примякова, по-моему, с 50-х годов уже никак не существует. И вот я тут езжу и становлюсь за грибами. И изначально я хотела показать этот открытип. Просто удивительно. Ну, не знаю я, что это такое. Я как-то не рискую его брать с собой. Хотя он уже и отсветлел. Он уже не голубой. Изначально он так сильно, сине-зеленый такой, как вот цвет зеленки был, зацвел. Но вот у него жопка еще вот тут такая. Остальное было все. Я вчера до Ашалаева поперлась и ничего не снимала. Чуть было не напоролась, а вовремя ушла. Но сейчас скорее всего, судя по ощущениям и по звуку. Вряд ли там в той степи кабаны есть. В прошлом году вот именно в этом месте напоролась на кабана, еще на велике отсосела с экшн-камерой. Конечно, заснимать у меня не было времени. Было время только бы свалить. А потом через какое-то время напоролась на охотников, которые, видимо, ожидали, что этот кабан где-то тут выбежит. Хотя вот на самом деле в то время как бы не практикуется такое время, как я была в ловле кабанов. Ну или как-то рассчитываются, что тут люди бывают. В общем, вот такие вот дела. У меня тут, по ходу дела, кровь. Где-то умудрилась царапнуться, заметила только сейчас. Буквально сейчас, пока руку чершала. Ну ничего, я пятый угол люблю находить. В общем, осталась я без облепихи в этом году. Либо надо искать где-то места с облепихой, либо с наглой мордой приходить и собирать эту облепиху. Я просто не представляю, как вот на человека теперь реагировать после всего услышанного. Особенно вот, ну как и на самом деле человек ко мне относился и что думал. Это не тот вариант, когда вот, ну, успокоитесь и что-то будет все нормально. Ну, потому что уже что-то похожее нотки были раньше, говорилися. И, видимо, может быть из-за того, что мы в этом году не давали меда. Но у нас меда мало. У меня вообще дойдало из чашечки то, что было вот с этого года. Погода такая, какой мед. И я еще узнала, что, оказывается, я не должна была покупать себе новую кровать, стиральную машину, новую мебель, квартиру, делать там ремонт. И что я должна, я не знаю, что я должна была. Но вот еще и узнала, что если я приезжаю в деревню, то я каждый день должна ездить к этому человеку. Потому что человек живет один, ему скучно и одиноко. Хотя человек всем проповедует, что он специально туда ездит, она специально туда ездит, чтобы жить одна с природой. Ну, там сейчас, как бы, выходные бывают на Музыль. И они, как бы, вместе спелись. И они не одни, можно сказать, по выходным. С пятницы по понедельник точно не одна. Ну, в общем, так вот. Такое отношение халантное даже у взрослых очень людей. Потому что я считаю, что пожилыми люди становятся тогда, когда они сами этого хотят. Очень халантное такое отношение к друзьям. Бесцененное у тех, кто громче всех орет про эту дружбу. И бывает это не только в 31 год. Или сколько там ей? В 30 лет. Сколько Ленке-то лет? 32, что ли, я в этом году стукнула, да? На три года у меня младше. Ну да, не только в 31 год это бывает. Ну и сейчас скажу фразу своих этих родственников, всех верующих. Всех верующих. Дай Бог памяти. Дай Деву памяти. В общем, человек с 38 года рождения. 82, наверное, год осенью. Ну и 82. И 80 это проявлялось. И не надо говорить, что там морант какой-то. Потому что очень живой в таком виде человек. Много чем интересуется. Но вот на самом деле, пока ты человеку помогаешь, ты друг и интересен. И ты нормальный. Как только ты по какой-то причине не помогаешь, ну в смысле не даешь то, что от тебя привыкли ожидать, или тебе помогают уже другие люди, и в твоей помощи никто не нуждается, так ты сразу уже не человек, непонятно кто. Ну, почти на 18 минут. Нет. На 17 с чем-то она говорила минуту. В общем, всем спасибо, кто осилил мой монолог с витами этой вы кусочка круговой дороги и гриба. И да, если вы знаете, что это за гриб, дайте знать. Я вот что-то не знаю. Я как-то стремаюсь его брать. Даже не знаю, чем бы его подцепить. Крутиком. У меня ножик сейчас убран. Судя по всему, он червивый. Так что можно и не брать. Даже если он и съедобный. В общем, теперь 18 минут. Всем пока!